На стадионе Торпедо проходит масштабная реконструкция. До окончания работ он закрыт для посетителей. Но жители городского округа Люберца не останутся без любимых занятий, тренировок и зимних развлечений. Стадион «Урожай», расположенный в поселке Томилино, готов принять всех спортсменов. Этот турнир организаторы назвали чемпионатом мира по футболу в городском округе Люберца. Играет 16 детско-юношеских команд. Каждая представляет отдельную страну. За сборную России, например, играет клуб «Комета» из Латкарина. А Люберецкому «Спартаку» по результатам жеребьевки досталась Бельгия. Команда 10 человек по регламенту чемпионата. Вот уже первый матч сыграли, выиграли с отсчетом 3-0. В следующие выходные будет уже этап плей-офф, а сейчас идет групповой этап чемпионата мира по футболу. Все как на настоящем чемпионате. И футбольная площадка, несмотря на снег, соответствует статусу турнира. Даже зимой стадион «Урожай» никогда не пустует. Даже интереснее, чем летом, потому что мяч, по слову, тяжелее. Принять, выбить, интереснее даже как-то. Мне нравится стадион, нравится команда, много друзей. Довольны стадионом и представители старшего поколения. Алексей Зуев занимается здесь настольным теннисом уже четвертый год. В рамках программы «Активное долголетие» тренировки проходят каждый вторник и четверг. Но и на выходных любители этого вида спорта не прочь сыграть с единомышленниками. Эта игра, она чем интересна? Что развивается зрение, лично на себе прочувствовал, потому что мячик туда-сюда летает. Эмоции положительные. И во время игры забываешь обо всем. Стадион «Урожай» готовят и для тех, кто занимается спортом на льду. В ближайшее время на основном футбольном поле начнут заливать каток. Его площадь составит почти 8 тысяч квадратных метров. В настоящий момент занятия на льду как у хоккеистов, так и у фигуристов проходят. Спорткомплекс «Изни» тоже здесь в Томилино. Это ледовая подготовка. А перед тем, как они выйдут на большой лед, который мы в ближайшее время будем готовить традиционно, это один из самых больших катков вообще Московской области, поскольку на территории стадиона проходят игры по хоккею с мячом. Посещать каток смогут не только спортсмены, но и все желающие. Зимой здесь заработает пункт проката коньков. Для любителей катания на льду подготовят теплые раздевалки, а ближе к Новому году ожидается праздничное оформление.